Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой «Совершенный код» Стива МакКоннелла. И сегодня начнем главу 29, которая называется «Интеграция». Да, и сразу хочу сказать, по просьбе одного из подписчиков я создал в Телеграме канал. Ссылка будет в описании. И там у меня я выкладываю, ну и буду выкладывать аудиозаписи вот такого рода контента, так сказать. Соответственно, конечно же, вы там примеров не увидите. Ну, потому что в видеоверсии обычно, если есть в книге примеры, то эти картиночки, конечно же, отображаются на экране. В аудиоверсии, понятное дело, этого не будет. Но, тем не менее, аудиоверсии будут, ну и будут добавляться. Вот так вот. Поэтому ссылка в описании, подписывайтесь, ну и слушайте, если вам это интересно. Так вот, так вот, продолжим, да? Ну, начнем 29 главу, а продолжим знакомиться с этой замечательной книгой. Итак, интеграция. Ну, и какие подглавы мы разберем? Ну, не сегодня, но в целом мы их разберем, да? Это важность выбора подхода к интеграции, частота интеграции, то есть поэтапная или инкрементная, стратегии инкрементной интеграции, и ежедневная сборка и дымовые тесты. Термин интеграция относится к такой операции в процессе разработки программного обеспечения, при которой вы объединяете отдельные программные компоненты в единую систему. В небольших проектах интеграция может занять одно утро и заключается в объединении горстки классов. В больших могут потребоваться недели или месяцы, чтобы связать воедино весь набор программ. Независимо от размера, задачи в них применяются одни и те же принципы. Тема интеграции тесно переплетается с вопросом последовательности конструирования. Порядок, в котором вы создаете классы или компоненты, влияет на порядок их интеграции. Вы не можете интегрировать то, что еще не было создано. Последовательность интеграции и конструирования имеет большое значение. В этой главе мы рассмотрим оба вопроса с точки зрения интеграции. Итак, первая подглава. Важность выбора подхода к интеграции. В инженерных отраслях, отличных от разработки программного обеспечения, важность правильной интеграции хорошо известна. На северо-западном побережье Тихого океана однажды столкнулись с драматическими последствиями плохой интеграции, когда футбольный стадион университета Вашингтон частично обрушился во время строительства. Навес над футбольным стадионом Вашингтонского университета обрушился, не выдержав собственного веса во время строительства. Он, скорее всего, был бы достаточно прочным после завершения строительства, но строительство велось в неправильном порядке и налицо ошибка интеграции. Не имеет значения, что после завершения строительства стадион был бы достаточно прочным. Он должен был быть таким и на других этапах работы. Если Вы создаете и интегрируете программное обеспечение в неправильном порядке, его сложнее кодировать, сложнее тестировать и сложнее отлаживать. Если ничего не работает до того, как заработает все вместе, можно предположить, что проект никогда не будет завершен. Он также может рухнуть под собственным весом во время конструирования. Количество дефектов может оказаться непреодолимым. Прогресс невидимым, а сложность чрезмерной, даже если законченный продукт был бы вполне работоспособен. Поскольку интеграция выполняется после того, как разработчик завершил свое тестирование, и одновременно с системным тестированием, ее иногда считают операцией, относящейся к тестированию. Однако, она достаточно сложна, и поэтому ее следует рассматривать как независимый вид деятельности. Аккуратная интеграция обеспечивает следующее. 1. Упрощенную диагностику дефектов 2. Меньшее число ошибок 3. Меньшее количество лесов 4. Раннее создание первой работающей версии продукта 5. Уменьшение общего времени разработки 6. Лучшие отношения с заказчиком 6. Улучшение морального климата 7. Увеличение шансов завершения проекта 8. Более надежные оценки графика проекта 9. Более аккуратные отчеты о состоянии 10. Лучшее качество кода 11. Меньшее количество документации Интеграцию часто недооценивают, несмотря на ее важность, и именно поэтому ей посвящена отдельная глава. 11. Частота интеграции Поэтапная или инкрементная Интеграция программы выполняется посредством поэтапного или инкрементного подхода Итак, поэтапная интеграция За исключением последних нескольких лет, поэтапная интеграция была нормой. Она состояла из хорошо определенных этапов, перечисленных далее Итак, первый этап Модульная разработка Проектирование, кодирование, тестирование и отладка каждого класса Второй этап Системная интеграция Объединение классов в одну огромную систему И третий этап Системная дезинтеграция Тестирование и отладка всей системы Проблема поэтапной интеграции в том, что когда классы в системе впервые соединяются вместе Неизбежно возникают новые проблемы И их причины могут быть в чем угодно Поскольку у вас масса классов, которые никогда раньше не работали вместе Виновником может быть плохо протестированный класс Ошибка в интерфейсе между классами Или ошибка, вызванная взаимодействием двух классов Все классы находятся под подозрением Неопределенность местонахождения любой из проблем Сочетается с тем фактом, что все эти проблемы вдруг проявляют себя одновременно Это доставляет вас иметь дело не только с проблемами Вызванными взаимодействием классов Но и другими ошибками Которые трудно диагностировать Так как они все взаимодействуют Поэтому поэтапную интеграцию называют еще интеграцией большого взрыва Ну, можно сказать и это заслужено Поэтапную интеграцию нельзя начинать до начала последних стадий проекта Когда будут разработаны и протестированы все классы Когда классы наконец будут объединены и проявится большое число ошибок Программисты тут же ударятся в паническую отладку Вместо методического определения и исправления ошибок Для небольших программ нет, а для крошечных Поэтапная интеграция может быть наилучшим подходом Если программа состоит из двух-трех классов Поэтапная интеграция может сэкономить ваше время, если вам повезет Но в большинстве случаев другой подход будет лучше Инкрементная интеграция При инкрементной интеграции вы пишете и тестируете маленькие участки программы А затем комбинируете эти кусочки друг с другом по одному При таком подходе по одному элементу за раз Вы выполняете перечисленные далее действия Итак, первое действие Разрабатываете небольшую функциональную часть системы Это может быть наименьшая функциональная часть Самая сложная часть Основная часть Или их комбинация Тщательно тестируете ее и отлаживаете ее Она послужит скелетом, на котором будут наращиваться мускулы Нервы и кожа, составляющие остальные части системы Второе действие Проектируете, кодируете, тестируете и отлаживаете класс И третье действие Прикрепляете новый класс к скелету Тестируете и отлаживаете соединение скелета и нового класса Убеждайтесь, что эта комбинация работает Прежде чем переходить к добавлению нового класса Если дело сделано Повторяете процесс, начиная с действия номер 2 У вас может возникнуть желание интегрировать большие модули Чем отдельный класс Например, если компонент был тщательно протестирован И каждый из его классов прошел мини-интеграцию Вы можете интегрировать весь компонент И это все еще будет инкрементная интеграция По мере того, как вы добавляете новые куски Система разрастается и ускоряется Как разрастается и ускоряется снежный ком Катящийся с горы Преимущества инкрементной интеграции Инкрементный подход имеет массу преимуществ Перед традиционным поэтапным подходом Независимо от того, какую инкрементную стратегию вы используете Ошибки можно легко обнаружить Когда во время инкрементной интеграции Возникает новая проблема То очевидно, что к этому причастен новый класс Либо его интерфейс С остальной частью программы нестабилен Точнее, неправилен Либо его взаимодействие С ранее интегрированными классами Приводит к ошибке В любом случае Вы точно знаете, где искать проблему Более того, поскольку Вы сталкиваетесь с меньшим числом проблем Одновременно Вы уменьшаете риск того Что несколько ошибок Будут взаимодействовать Или маскировать друг друга Чем больше интерфейсных ошибок Может возникнуть Тем больше преимуществ От инкрементной интеграции Получат ваши проекты Учет ошибок в одном проекте Показал, что 39% Составляли ошибки Межмодульных интерфейсов Поскольку разработчики Многих проектов Проводят до 50% Времени за отладкой Максимализация Эффективности отладки Путем упрощения Поиска ошибок Дает выигрыш В качестве И в производительности Следующее преимущество Инкрементной интеграции В таком проекте Система Раньше Становится Работоспособной Когда код Интегрирован И способен Выполняться Даже если Система Еще не пригодна К использованию Это выглядит так Как будто Это скоро произойдет При инкрементной Интеграции Программисты Раньше видят Результаты Своей работы Поэтому Их моральное состояние Лучше Чем в том случае Когда они Подозревают Что их проект Может Никогда Не сделать Первый вздох Следующее преимущество Вы получаете Улучшенный Мониторинг Состояния При частой Интеграции Реализованная И нереализованная Функциональность Видна С первого взгляда Менеджеры Будут иметь Лучшее представление О состоянии Проекта Видя Что 50% Системы Уже работает А не слыша Что кодирование Завершено На 99% Следующее преимущество Вы улучшите Отношение Заказчика Если Частая интеграция Влияет На моральное Состояние Разработчиков То она Также Оказывает Влияние И на моральное Состояние Заказчика Клиенты Любят Видеть Признаки Прогресса А Инкрементная Интеграция Предоставляет Им Такую Возможность Достаточно Часто Следующее Преимущество Системные Модули Тестируются Гораздо Полнее Интеграция Начинается На ранних Стадиях Проекта Вы интегрируете Каждый Класс По мере Его Готовности А не Ожидая Одного Внушительного Мероприятия По интеграции В конце Разработки Программист Тестирует Классы В обоих Случаях Но в качестве Элемента Общей Системы Он Используется Гораздо Чаще При инкрементной Чем При Поэтапной Интеграции И Следующее Преимущество Еще одно Вы можете Создать Систему За более Короткое Время Если Интеграция Тщательно Спланирована Вы можете Проектировать Одну Часть Системы В то Время Когда Другая Часть Уже Кодируется Это Не уменьшает Общее Число Человека Часов Требуемых Для полного Проектирования И кодирования Но позволяет Выполнять Часть Работ Параллельно Что является Преимуществом В тех Случаях Когда Время Имеет Критическое Значение Инкрементная Интеграция Поддерживает И поощряет Другие Инкрементные Стратегии Преимущество Инкрементного Подхода В отношении Интеграции Это Лишь Верхушка Айсберга Итак Новая Подглава Стратегии Инкрементной Интеграции При Поэтапной Интеграции Вам не нужно Планировать Порядок Создания Компонентов Проекта Все Компоненты Интегрируются Одновременно Поэтому Вы можете Разрабатывать Их В любом Порядке Главное Чтобы Они Все были Готовы К Часу Икс При Инкрементной Интеграции Вы должны Планировать Более Аккуратно Большинство Систем Требует Интеграции Некоторых Компонентов Перед Интеграцией Других Так что Планирование Интеграции Влияет На Планирование Конструирования Порядок В котором Конструируются Компоненты Должен Обеспечивать Порядок В котором Они Будут Интегрироваться Стратегии Определяющие Порядок Интеграции Различны По форме И Размерам И ни одна Из них Не будет Являться Оптимальной Во всех Случаях Наилучший Подход К интеграции Меняется От проекта К проекту И лучшим Решением Будет то Что будет Соответствовать Конкретным Требованиям Конкретного Проекта Знание Делений На Методологической Шкале Поможет Вам Представить Варианты Возможных Решений Нисходящая Интеграция При Нисходящей Интеграции Класс На вершине Иерархии Пишется И Интегрируется Первым Вершина Иерархии Это Главное Окно Управляющий Цикл Приложения Объект Содержащий Метод Main В программе На Java Функция WinMain В программировании Для Microsoft Windows Или Аналогичная Для работы Этого Верхнего Класса Пишутся Заглушки Затем По мере Интеграции Классов Сверху Вниз Классы Заглушек Заменяются Реальными При Нисходящей Интеграции Интерфейсы Между Классами Нужно Задать Очень Тщательно Самые Трудные Для Отладки Не Те Ошибки Что Влияют На Отдельные Классы А Те Что Проявляются Из-за Чрезмерного Взаимодействия Между Классами Аккуратное Определение Интерфейсов Может Уменьшить Проблему Спецификация Интерфейсов Не Относится К Интеграции Однако Проверка Того Что Интерфейсы Были Спроектированы Правильно Является Ее Задачей В Дополнение К Преимуществам Получаемым От Любого Типа Инкрементной Интеграции Нисходящая Интеграция Позволяет Относительно Просто Протестировать Управляющую Логику Программ Все Классы На вершине Иерархии Выполняются Большое Количество Раз Поэтому Концептуальные Проблемы И ошибки Проектирования Проявляются Достаточно Быстро Другое Преимущество Нисходящей Интеграции В том Что При тщательном Планировании Вы получаете Работающую Систему На ранних Стадиях Проекта Если часть Реализующая Пользовательский Интерфейс Находится На вершине Иерархии Вы можете Быстро Получить Работающую Базовую Версию Интерфейса А деталями Заняться Потом Моральное Состояние Пользователей И программистов Выиграет От раннего Получения Работающей Версии Нисходящая Инкрементная Интеграция Также позволяет Начать Кодирование До того Как все Детали Низкоуровневого Проектирования Завершены Когда все Разделы Проекта Проработаны Достаточно Подробно Можно Начинать Реализовывать И интегрировать Все классы Стоящие На более Высоких Уровнях Иерархии Не ожидая Когда Будут Расставлены Все точки Над И Несмотря На все Эти преимущества Чистый вариант Нисходящей Интеграции Часто Содержит Недостатки С которыми Вы вряд ли Захотите Мириться Нисходящая Интеграция В чистом Виде Оставляет На потом Работу Со сложными Системными Интерфейсами Если Они Содержат Много Дефектов Или Имеют Проблему С Производительностью Вы Вероятно Хотели Бы Получить Их Задолго До Конца Проекта Не Так Редко Встречается Ситуация Когда Низко Уровневая Проблема Всплывает На Самый Верх Системы Что Приводит К Высоко Уровневым Изменениям И Снижает Выгоду От Раннего Начала Работы По Интеграции Эту Проблему Можно Минимизировать Посредством Тщательного И Раннего Тестирования Во Время Разработки И Анализа Производительности Классов Из Которых Состоят Системные Интерфейсы Другая Проблема Чистой Нисходящей Интеграции В том Что При этом Нужен Целый Самосвал Заглушек Масса Классов Более Низкого Уровня Еще Не Разработано А Значит На Промежуточных Этапах Интеграции Потребуются Заглушки Их проблема В том Что Как Тестовый Код Они С Большей Вероятностью Содержат Ошибки Чем Чем Тщательно Спроектированный Промышленный Код Ошибки В новых Заглушках Используемых В новом Классе Сводят На нет Цель Инкрементной Интеграции Состоящую В том Чтобы Ограничить Источник Ошибок Одним Новым Классом Кроме Того Нисходящую Интеграцию Практически Невозможно Реализовать В чистом Виде Если Подходить К ней Буквально То Надо Начинать С вершины Назовем Ее Уровнем 1 А затем Интегрировать Все Классы Следующего Уровня Уровня 2 Когда Вы Полностью Интегрируете Классы Уровня 2 И Не Раньше Чем Вы Начинаете Тестировать Классы Уровня 3 Жесткость Чистой Нисходящей Интеграции Абсолютно Деспотично Сложно Представить Кого Нибудь Кто Стал Б Использовать Нисходящую Интеграцию В чистом Виде Большинство Применяет Гибридный Подход Такой Как Интеграция Сверху Вниз С Разбиением На Разделы И Наконец Вы Не Можете Использовать Нисходящую Интеграцию Если Набор Классов Не Имеет Вершины Во многих Интерактивных Системах Понятие Вершины Субъективно В одних Системах Вершина Является Пользовательский Интерфейс Других Функция Main Хорошей Альтернативой Нисходящей Интеграции В чистом Виде Может Стать Подход С Вертикальным Секционированием При этом Систему Реализуют Сверху Вниз По частям Возможно По очереди Выделяя Функциональные Области И переходя От одной К другой Хотя Чистая Нисходящая Интеграция И Неработоспособна Представление О ней Поможет Вам Выбрать Основной Подход Некоторые Преимущества И недостатки Свойственные Нисходящему Подходу В чистом Виде Точно Так же Но не менее Очевидно Относятся И к Более Свободным Нисходящим Методикам Таким Как Интеграция С Вертикальным Секционированием Так что Их следует Иметь Ввиду Восходящая Интеграция При Восходящей Интеграции Вы Пишите И Интегрируете Сначала Классы Находящиеся В Низу Иерархии Добавление Низкоуровневых Классов По одному А не всех Одновременно Вот что Делает Восходящую Интеграцию Инкрементной Стратегии Сначала Вы пишете Тестовые Драйверы Для Выполнения Низкоуровневых Классов Затем Добавляете Эти Классы К Тестовым Драйверам Привязывая Их По мере Готовности Добавляя Класс Более Высокого Уровня Вы Заменяете Классы Драйверов Реальными Ну Собственно Говоря Вы Видите Сейчас На экране Весь Этот Порядок В котором Происходит Интеграция Классов При Восходящем Подходе Восходящая Интеграция Дает Некоторые Преимущества Свойственные Инкрементной Стратегии Она Ограничивает Возможные Источники Ошибок Единственным Классом Добавляемым В данный Момент Поэтому Ошибки Легко Обнаружить Интеграция Начинается На ранних Стадиях Проекта Кроме Того При этом Довольно Рано Реализуется Потенциально Ненадежные Системные Интерфейсы Поскольку Системные Ограничения Часто Определяют Саму Возможность Достижения Целей Поставленных Перед Проектом То Применение Данного Подхода Может быть Оправданным Для того Чтобы убедиться Что система Удовлетворяет Всему Набору Требований Главная Главная Проблема Восходящей Интеграции В том Что Она Оставляет Напоследок Объединение Основных Высоко Уровневых Интерфейсов Системы Если на верхних Уровнях Существуют Концептуальные Проблемы Проектирования Конструирование Не выявит Их Пока все Детали Не будут Реализованы Если проект Если проект Понадобится Значительно Изменить Часть Низкоуровневой Разработки Может Оказаться Ненужной Восходящая Интеграция Требует Чтобы Проектирование Всей Системы Было Завершено До Начала Интеграции Иначе В код Низкого Уровня Могут Глубоко Внедриться Неверные Предпосылки Проектирования Что Поставит Вас В Затруднительное Положение В котором Вам придется Проектировать Высокоуровневые Классы Так Чтобы Обойти Проблемы В Низкоуровневых Классах А позволив Низкоуровневым Деталям Реализации Управлять Дизайном Высокоуровневых Классов Вы нарушите Принципы Сокрытия Информации И Объектно Ориентированного Проектирования Проблемы Интеграции Классов Более Высокого Уровня Покажутся Каплей в море По сравнению С проблемами Которые Вы получите Если не Завершите Проектирование Высокоуровневых Классов До начала Низкоуровневого Кодирования Как и Нисходящую Восходящую Интеграцию В чистом Виде Используют Редко Вместо Нее Можно Применить Гибридный Подход Реализующий Секционную Интеграцию Ну Картиночку Вы видите На экране Сэндвич Интеграция Проблемы С нисходящей И восходящей Интеграция В чистом Виде Привели К тому Что некоторые Эксперты Стали Рекомендовать Сэндвич Подход Ну Один Из Экспертов Это Мэйер Скотт Мэйер Сначала Вы Объединяете Высокоуровневые Классы Бизнес Объектов На вершине Иерархии Затем Добавляете Классы Взаимодействующие С аппаратной Частью И Широко Используемые Вспомогательные Классы Внизу Иерархии Эти Высоко И низко Уровневые Классы Хлеб Для Сэндвича Напоследок Вы оставляете Классы Среднего Уровня Мясо Сыр И помидоры Для Сэндвича Если Вы Вегетарианец Они могут Представлять С собой Тофу И Пророщенные Бобы Хотя Автор Сэндвич Интеграции Ничего Не сообщает На этот счет Возможно Он не мог Говорить С набитым Ртом Ну Как бы На экранчике Вы видите Да Схематические Ну Схему Короче Этой Сэндвич Интеграции Этот подход Позволяет Избежать Жесткости Чистых Нисходящих И восходящих Вариантов Интеграции Сначала Интегрируются Классы Вызывающие Наибольшее Беспокойство При этом Потенциально Снижается Количество Лесов Которые Могут Вам Понадобиться Это Реалистичный И практичный Подход Следующий Вариант Аналогичен Данному Но в нем Делается Акцент На другом Риск Ориентированная Интеграция Риск Ориентированную Интеграцию Которую Также Называют Интеграцией Начиная С самых Сложных Частей Похожа На сэндвич Интеграцию Тем Что пытается Избежать Проблем Присущих Нисходящей Или Восходящей Интеграции В чистом Виде Кроме Того В ней Также Есть Тенденция К объединению Классов Верхнего И нижнего Уровней В первую Очередь Оставляя Классы Среднего Уровня Напоследок Однако Суть В другом При Риск Ориентированной Интеграции Которую Вы сейчас Ну схему Которую Видите На экране Вы Определяете Степень Риска Связанную С каждым Классом Вы решаете Какие части Системы Будут Самыми Трудными И реализуете Их Первыми Опыт Показывает Что это Относительно Что это Относится К интерфейсам Верхнего Уровня Поэтому Они часто Присутствуют В начале Списка Рисков Системные Интерфейсы Обычно Расположены Внизу Тоже Представляют Опасность Поэтому Они Также Находятся В числе Первых В этом Списке Рисков Кроме Того Вам Может быть Известно Что Какие-то Классы В средине Иерархии Могут Также Создавать Трудности Возможно Это Класс Реализующий Сложный Для понимания Алгоритм Или К которому Предъявляются Повышенные Требования По Производительности Такие Классы Также Могут Быть Обозначены Как Имеющие Повышенный Риск И Их Интеграция Должна Происходить На Ранних Стадиях Оставшаяся Несложная Часть Кода Может Подождать Какие-то Из этих Классов Позже Могут Оказаться Сложнее Чем Вы Предполагали Но Это Неизбежно Функционально Ориентированная Интеграция Еще Один Подход Это Интеграция Одной Функции В каждый Момент Времени Под Функцией Понимают Не Нечто Расплывчатое А Какое Нибудь Поддающееся Определению Свойства Системы В которой Выполняется Интеграция Если Вы Пишете Текстовый Процессор То Функцией Может Считаться Отображение Подчеркиваний Или Автоматическое Форматирование Документа Или Еще Что-либо Подобное Когда Интегрируемая Функция Превышает По размерам Отдельный Класс То Единица Приращения Инкрементной Интеграции Становится Больше Отдельного Класса Это Немного Снижает Преимущество Инкрементного Подхода В том Плане Что Уменьшает Вашу Уверенность Об Источнике Новых Ошибок Однако Если Вы Тщательно Тестировали Классы Реализующие Эту Функцию Перед Интеграцией То Это Лишь Небольшой Недостат Вы Можете Использовать Стратегии Инкрементной Интеграции Рекурсивно Сформировав Сначала Из Небольших Кусков Отдельные Свойства А затем Инкрементно Объединив Их В Систему Обычно Процесс Начинается С Формирования Скелета Поскольку Он Способен Поддерживать Остальную Функциональность В Интерактивной Системе Такой Изначальной Опцией Может стать Система Интерактивного Меню Вы Можете Прикреплять Остальную Функциональность К той Опции Которую Интегрировали Первой Компоненты Добавляются В Дерево Функциональности И Иерархический Набор Классов Реализующих Отдельную Функцию Интеграцию Выполнять Легче Если Функции Относительно Независимы Например Классы Относящиеся К разной Функциональности Могут Вызывать Один И тот же Код Низко Уровневых Библиотек Но Не Использовать Общий Код Среднего Уровня Функционально Ориентированная Интеграция Имеет Три Основных Преимущества Во-первых Она Позволяет Обойтись Без Лисов Практически Везде Кроме Низкоуровневых Библиотечных Классов Какие-то Заглушки Могут Понадобиться Скелету Или же Некоторые Его части Просто Могут Быть Неработоспособными Пока Не Будут Добавлена Конкретная Функциональность Однако Каждая Функция Будет Добавлена К скелету Дополнительных Лисов Не Потребуется То есть Еще раз Однако Когда Каждая Функция Будет Добавлена К скелету Дополнительных Лисов Не Потребуется Поскольку Все Функции Изолированы Друг от Друга В них Содержится Весь необходимый ей код. Второе главное преимущество состоит в том, что каждая новая функция расширяет функциональность. Это наглядно показывает, что проект постоянно продвигается вперед. Кроме того, создается работоспособное программное обеспечение, которое можно представить заказчикам для оценки или сдать в эксплуатацию раньше намеренного срока, реализовав меньшую функциональность, чем планировалось изначально. Третье преимущество в том, что функционально ориентированная интеграция хорошо сочетается с объектно-ориентированным проектированием. Как правило, можно легко провести соответствие между объектами и функциями, что делает функционально ориентированную интеграцию естественным выбором для объектно-ориентированных систем. Поддерживаться чистой функционально ориентированной интеграцией так же сложно, как и нисходящей и восходящей интеграцией в чистом виде. Обычно часть низкоуровневого кода должна быть реализована прежде, чем можно будет добавить какую-либо функциональность. Т-образная интеграция. Последний подход, который часто упоминается в связи с проблемами нисходящей и восходящей методик, называется Т-образной интеграцией. При таком подходе выбирается некоторый вертикальный слой, который разрабатывается и интегрируется раньше других. Этот слой должен проходить сквозь всю систему от начала до конца и позволять выявлять основные проблемы в допущениях, сделанных при проектировании системы. Реализовал этот вертикальный участок и устранил все связанные с этим проблемы. Можно разрабатывать основную конву системы, например, системное меню для настольного приложения. Этот подход часто комбинируют с риск-ориентированной и функционально-ориентированной интеграцией. При Т-образной интеграции вы создаете и интегрируете вертикальный срез системы, чтобы проверить архитектурные допущения. После этого вы создаете и интегрируете основную горизонталь системы, чтобы предоставить каркас для разработки остальной функциональности. Краткий итог методик интеграции. Восходящая, нисходящая, сэндвич, риск-ориентированная, и, а не и, а просто функционально-ориентированная, и Т-образная. Не кажется ли вам, что эти названия придумываются на ходу? Так и есть. Ни один из этих подходов не является жесткой процедурой, которой вы должны методично следовать, начиная с шага 1 и заканчивая шагом 47, а затем объявить задание выполненным. Как и другие подходы к проектированию программного обеспечения, они скорее эвристические, чем алгегоритмические. Поэтому, вместо того, чтобы безусловно следовать какой-то процедуре, вам придется разработать свою уникальную стратегию, подходящую именно вашему проекту. Итак, новая подглава. Ежедневная сборка и дымовые тесты. Какую бы стратегию интеграции вы выбрали, не выбрали, хорошим подходом к разработке программного обеспечения является ежедневная сборка и дымовые тесты. Ежедневно каждый файл компилируется, компонуется и собирается в выполняемую программу, после чего прогоняется дымовой тест. Относительно простая проверка, определяющая, дымится ли продукт во время выполнения. Термин дымовой тест появился ранее в электронике. Разработчики на определенном этапе включают испытываемое устройство в сеть и смотрят, не задымится ли оно. Этот простой процесс дает несколько преимуществ. Он уменьшает риск низкого качества, который связан с риском неуспешной или неправильной интеграции. Проверяя на дым весь код ежедневно, вы не позволяете проблемам с качеством получить контроль над проектом. Вы приводите систему в понятное правильное состояние и сохраняете ее в таком виде. Вы просто не позволяете ей ухудшаться до такой степени, когда могут возникнуть проблемы с качеством, отнимающие много времени. Этот процесс также поддерживает упрощенную диагностику ошибок. Когда продукт собирается и тестируется каждый день, легко засечь, почему его работа в определенный день была нарушена. Если проект работал на 17 день, а на 18 перестал, то нечто произошедшее между этими двумя сборками и нарушило работу продукта. Он улучшает моральный климат. Осознание того, что продукт работает, дает потрясающий положительный заряд. Практически не имеет значения, что он делает. Разработчики будут рады, даже если продукт будет рисовать прямоугольник на экране. При ежедневных сборках с каждым днем все большая часть продукта начинает работать и это поддерживает дух на высоте. У частое интеграции есть побочный эффект. Она выявляет такие проблемы, какие в противном случае могли бы незаметно накапливаться и неожиданно проявиться в конце проекта. Такое накопление скрытых результатов может стать занозой в конце проекта и потребовать для устранения недели или месяца. Команды, не применяющие ежедневных сборок, иногда считают, что они могут снизить эффективность их работы до скорости улитки. На самом же деле ежедневные сборки распределяют работу в проекте более равномерно и команда просто получает более аккуратную картинку того, как быстро продвигается проект. Создавайте сборку ежедневно. Основной смысл ежедневной сборки заключается в слове ежедневное. Как говорит Джим Маккартни, рассматривайте ежедневную сборку как пульс проекта. Пульса нет, проект мертв. Менее метафорично Майкл Кью Суману и Ричард Селби определяют ежедневную сборку как синхроимпульс проекта. Части кода могут немного рассинхроваться между этими импульсами, но каждый раз во время импульса код должен приводиться в соответствие. Когда вы настаиваете на достаточно частых импульсах, вы предотвращаете полное рассогласование частей проекта. Некоторые организации выполняют сборки еженедельно, а не ежедневно. Проблема в том, что если сборка на какой-то неделе была испорчена, вам может понадобиться несколько недель, прежде чем вы получите следующую хорошую сборку. Но когда такое случается, вы теряете практически все преимущества частых сборок. Проверяйте правильность сборок. Чтобы процесс ежедневных сборок действовал, собираемое программное обеспечение должно быть работоспособным. В противном случае сборка считается испорченной и ее исправление становится приоритетной задачей. Каждый проект задает свои стандарты того, что считается сломанной сборкой. Устанавливаемый стандарт должен быть достаточно строгим, чтобы не допускать серьезных дефектов, но и достаточно снисходительным, чтобы пренебрегать простейшими ошибками, способными парализовать движение вперед, если им уделять чрезмерное внимание. Хорошая сборка должна как минимум успешно компилировать все файлы, библиотеки и другие компоненты, успешно компоновать все файлы, библиотеки и другие компоненты, не содержать серьезных дефектов, препятствующих запуску программы или делающих ее выполнение непредсказуемым. Иначе говоря, хорошая сборка должна проходить дымовой тест. Выполняйте дымовые тесты ежедневно. Дымовой тест испытывает всю систему от начала и до конца. Он не должен быть всесторонним, но должен быть способен выявить основные проблемы. Этот тест должен быть достаточно тщательным, чтобы прошедшая его сборка могла считаться стабильной для выполнения более основательного тестирования. Ежедневная сборка не имеет большого значения без дымового теста. Этот тест как часовой, который охраняет от появления проблем, снижающих качество продукта и препятствующих интеграции. Без него ежедневные сборки становятся просто длительными упражнениями, позволяющими лишь убедиться в наличии ежедневной безошибочной компиляции. Поддерживайте актуальность дымового теста. Дымовой тест должен развиваться по мере развития системы. Поначалу он может проверять что-то простое. Скажем, может ли система говорить Hello World. По мере разработки системы дымовой тест становится более изощренным. Если выполнение первой проверки может быть делом нескольких секунд, то с ростом системы дымовой тест может удлиниться до 10 минут, часа или больше. Если дымовой тест не поддерживается в аккуратном состоянии, то ежедневная сборка может стать самообманом. Разрозненный набор тестовых данных создает ложную уверенность в качестве продукта. Автоматизируйте ежедневную сборку и дымовой тест. Поддержка сборок может отнимать много времени. Автоматизация процесса в ежедневной сборке и тестирование позволяет убедиться, что код собирается и проверка выполняется. Без автоматизации сборку и дымовой тест. Выполнять сборку и дымовой тест непрактично. Организуйте группу, отвечающую за сборки. В большинстве проектов надзор за ежедневными сборками и поддержание аккуратности дымовых тестов становится достаточно большой задачей, чтобы стать заметной частью чьей-то работы. В больших проектах эти задачи могут обезбечить полную занятость для нескольких человек. Например, при выпуске первой версии Microsoft Windows NT, группа, отвечающая за ежедневные сборки, состояла из четырех человек, работающих полный рабочий день. Вносите исправление в сборку тогда, когда имеет смысл это делать. Отдельные разработчики обычно пишут код не настолько быстро, чтобы делать значимый вклад в систему ежедневно. Им следует работать над фрагментом кода и интегрировать его, когда у них будет некая совокупность кода в целостном состоянии, обычно раз в несколько дней. Но не откладывайте внесение исправлений надолго. Старайтесь регистрировать код не слишком редко. Существует вероятность, что разработчик настолько запутается в списке изменений, что потребуется исправить практически каждый файл в системе. Это снижает ценность ежедневной сборки. Остальная часть команды будет продолжать использовать преимущества инкрементной интеграции, а этот отдельный разработчик нет. Если программист откладывает регистрацию изменений более чем на пару дней, можно считать, что его работа подвергается риску. Как указывает Кент Бек, часто интеграция иногда заставляет разбивать конструирование отдельной функции на несколько частей. Такие накладные расходы приемлемая цена за снижение риска интеграции, улучшение видимости состояния, улучшение контроля пригодности и прочие преимущества частой интеграции. Требуйте, чтобы разработчики проводили дымовое тестирование своего кода перед его добавлением в систему. Программисты должны тестировать собственный код, прежде чем добавить его к сборке. Разработчик может это сделать, создав частную сборку системы на собственной машине и протестировав ее самостоятельно. Или он может передать частную сборку партнеру по тестированию, тестировщику, который сосредоточится на коде этого разработчика. В обоих случаях цель в том, чтобы убедиться, что новый код пройдет проверку на дым, прежде чем ему будет позволено влиять на остальные части системы. Создайте область промежуточного хранения кода, который следует добавить к сборке. Успешность ежедневной сборки частично зависит от знания, какая сборка хорошая, а какая нет. При тестировании собственного кода у разработчиков должна быть возможность использовать систему, о которой точно известно, что она исправна. Большинство групп решает эту проблему с помощью создания области промежуточного хранения кода, который, по мнению разработчиков, готов к добавлению к сборке. Новый код помещается в эту область, создается новая сборка, и если ее состояние признано удовлетворительным, новый код перемещается в основное хранилище. В небольших и средних проектах система управления версиями может обеспечить такую функцию. Разработчики регистрируют свой код в системе. Тот, кто хочет использовать заведомо хорошую сборку, просто устанавливает флаг даты в свойствах файла системы управления версиями. Значение этого флага сообщит системе, что следует извлекать файлы, основываясь на дате последней правильной сборки. В больших проектах или там, где вы используете слишком простое программное обеспечение управления версиями, создавать область промежуточного хранения приходится выполнять вручную. То есть создание этой области нужно делать вручную. Автор нового кода посылает письмо в группу, ответственную за сборку, сообщая, где можно найти новые файлы, предназначенные для регистрации в системе. Или группа заводит область данных для регистрации на файловом сервере, где разработчики размещают новые версии своих исходных файлов. Ответственная за сборку группа принимает на себя обязательства по регистрации нового кода в системе управления версиями, после того, как удостоверится, что этот код не нарушит сборку. Назначьте наказание за нарушение сборки. Большинство групп, применяющих ежедневную сборку, назначает наказание за ее нарушение. Сделайте ясным с самого начала, что поддержание работоспособности сборок – одна из приоритетных задач проекта. Испорченная сборка должна быть исключением, а не правилом. Настаивайте на том, чтобы разработчики, испортившие сборку, прекращали всю работу до тех пор, пока ее не восстановят. Если сборка ломается слишком часто, трудно всерьез относиться к вопросу поддержания работоспособности. Забавное наказание поможет сделать акцент на этом приоритете. В некоторых группах на дверь офиса со сумка, испорчившего сборку, вешают леденцы, которые должны висеть до тех пор, пока проблема не будет исправлена. В других группах провинившиеся должны надевать козлиные рога или вносить по 5 долларов в специальный фонд. Другие проекты устанавливают более существенное наказание. Разработчики наиболее заметных проектов в Microsoft, например, Windows 2000 и Microsoft Office, на последних стадиях проектов должны носить с собой пейджеры. Если они разрушают сборку, их вызывают для ее починки, даже если дефект обнаружен в 3 часа утра. Выпускайте сборки по утрам. В некоторых группах пришли к выводу, что предпочтительнее создавать сборку ночью, проводить дымовой тест рано утром и выпускать новые сборки утром, а не ближе к вечеру. Утреннее тестирование и выпуск сборок имеют несколько преимуществ. Во-первых, если вы выпускаете сборку утром, тестировщики могут работать в этот день со свежей сборкой. Если вы выпускаете сборку после обеда, тестировщики чувствуют себя обязанным запустить автоматические тесты перед уходом с работы. Если сборка задерживается, что случается довольно часто, им приходится оставаться после работы, чтобы запустить свои тесты, поскольку в таких задержках нет их вины, процесс сборки становится деморализующим. Заканчивая сборку утром, вы получаете более надежный доступ к разработчикам, если со сборкой возникли проблемы. Во время рабочего дня программисты находятся в офисе. Вечером они могут быть где угодно. Даже если разработчикам выданы пейджеры, не всегда легко их найти. Возможно, было бы круче начинать дымовой тест в конце дня и при возникновении проблем вызывать людей на работу посреди ночи. Но это усложняет работу команды, приводит к бесполезной трате времени. В результате же вы получаете, вы больше потеряете, чем приобретете. Создавайте сборку и проводите дымовой тест даже в экстремальных условиях. Когда сроки начинают поджимать, ежедневные сборки могут показаться излишней роскошью. Но на самом деле все наоборот. В стрессовых условиях дисциплина программистов ухудшается. Под давлением обстоятельств они прибегают к таким методам ускорения конструирования, которые они использовали бы в менее критичных ситуациях. Они рецензируют и тестируют собственный код менее тщательно, чем обычно. Код стремится к состоянию энтропии быстрее, чем это происходит при меньшем стрессе. На этом фоне ежедневные сборки ужесточают дисциплину и поддерживают на плаву критические проекты. Для каких проектов применять ежедневную сборку? Некоторые разработчики считают, что проводить ежедневные сборки непрактично, так как их проекты слишком велики. Но вероятно, в одном из самых сложных программных продуктов 2000-х годов успешно использовалась практика ежедневных сборок. К моменту выпуска Microsoft Windows 2000 сама Microsoft Windows 2000 состояла из примерно 50 миллионов строк кода, распределенных по десяткам тысяч исходных файлов. Полная сборка занимала 19 часов на нескольких машинах. Но разработчики Windows 2000 оказались в состоянии проводить сборки каждый день. Они не стали помехой. Напротив, команда Windows 2000 видит одну из причин успеха в ежедневных сборках. Чем больше проект, тем большую важность имеет инкрементная интеграция. При рассмотрении 104 проектов в США, Индии, Японии и Европе выяснилось, что только 20-25% из них используют ежедневные сборки в начале или середине процесса разработки. Таким образом, в них имеются широкие возможности для улучшения. Непрерывная интеграция Некоторые авторы расценивают ежедневные сборки как аргумент в пользу выполнения непрерывной интеграции. В большинстве публикаций под непрерывной понимается, по крайней мере, ежедневная интеграция, что мне кажется обоснованным. Но порой я встречаю людей, понимающих слово непрерывное буквально. Они стремятся выполнять интеграцию каждого изменения с самой последней сборкой каждые пару часов. Думаю, для большинства проектов действительно непрерывная интеграция выходит за рамки разумного. В свободное время я руковожу, ну не я, а Стивом Аконовым, работой, дискуссионной группой, главных технических менеджеров, таких компаний, как Amazon, Boeing, Microsoft, Nordstorm и других. Опрос показал, что никто из руководителей не считает непрерывную интеграцию предпочтительней ежедневной. В средних или и больших проектах иногда имеет смысл допустить рассинхронизацию кода на короткое время. Разработчики часто нарушают синхронизацию, когда делают масштабные изменения, через какое-то время они могут синхронизировать проект снова. Ежедневные сборки позволяют проектной команде организовать точки согласования достаточно ясно, часто. Если изменения синхронизируются ежедневно, нет нужды делать это непрерывно. Итак, глава 29 заканчивается. Ну и, как всегда, контрольный список вопросов. Итак, стратегия интеграции. Определяет ли стратегия оптимальный порядок, в котором должны интегрироваться подсистемы, классы и методы? Скоординирован ли порядок интеграции с порядком конструирования, чтобы классы были подготовлены к интеграции вовремя? Приводит ли стратегия к упрощению диагностики дефектов? Позволяет ли стратегия сократить использование подпорок до минимума? Имеет ли выбранная стратегия преимущество перед другими подходами? Хорошо ли определены интерфейсы между компонентами? Выполняется ли сборка проекта достаточно часто, в идеале каждый день, чтобы поддерживать инкрементную интеграцию? Выполняется ли дымовой тест для каждой сборки так, что вам становится известно, находится ли сборка в рабочем состоянии? Автоматизированы ли сборка и дымовой тест? Часто ли разработчики регистрируют свой код? Не превышает ли время между исправлениями день или два? Поддерживается ли дымовой тест в соответствии с кодом, расширяясь при его расширении? Редко ли происходит нарушение работоспособности сборки? Выполняете ли вы сборку и дымовой тест даже в экстремальных обстоятельствах? Ну и напоследок ключевые моменты. Последовательность конструирования и интеграционный подход влияет на порядок, в котором классы проектируются, кодируются и тестируются. Порядок интеграции снижает затраты на тестирование и упрощает отладку. Инкрементная интеграция имеет несколько вариантов и, помимо совсем тривиальных проектов, любой из них лучше, чем поэтапная интеграция. Лучший интеграционный подход для каждого конкретного проекта это обычное сочетание нисходящего, восходящего, риск-ориентированного и других интеграционных подходов. Т-образная интеграция и интеграция с вертикальным сенкционированием часто дают хорошие результаты. Ежедневные сборки могут уменьшить проблемы с интеграцией, улучшить моральный климат среди разработчиков и предоставить полезную информацию, касающуюся управления проектом. Ну, глава 29 закончилась. Ну и в следующий раз мы продолжим. Понятное дело с главы номер 30. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, комментируем, предлагаем, возможно, новые какие-то книги. У меня там есть список небольшой, довольно интересных книг. Но, может быть, у вас тоже есть какие-то идеи. Потому что это скоро закончится. Ну, теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Делимся, подписываемся, ставим лайки, комментируем. И все такое. Всем пока.